Привет! Эд Репуарн! У Добряка вышел новый ролик, называется Ужасы Больницы. Я сразу представляю игру себе Outlast. Вот там были точно Ужасы Больницы. Но давайте посмотрим, какие ужасы были у Добряка. Я думаю, будет офигенно, как и обычно. Погнали! Такс, на прошлом ролике про больничку вы наклепали миллиарды просмотров и лайков. Нифига себе, прям миллиарды. Но прошлый ролик был прям офигенный. Я не пойму, вам нравится слушать, как я страдал? Конечно, нравится. Нравится. Ты не представляешь, насколько. Не, шутка. Конечно, просто ролик был офигенный. И вы думаете, что я сделаю для вас продолжение? То есть, я что, по-вашему, мазохист? Да. Ладно, сделаю. Как я и говорил, в больничках прошла немалая часть моей жизни. В мире, наверное, не осталось процедур, которым бы не подвергалась моя бренная девица. Ну, прям не осталось? Наверное, вот этой. Ну, или этой. Что, собственно, не осталось? Что это? А такие процедуры вообще кто-то делает? А зачем их делают? Особо-то далеко от того, что испытал я. Как мой визит в больничку начинался с экзекуции завуалированной аббревиатуры ФГС. О, глотать шланг. Это мы не любим, но делали. Это, кстати, вообще излюбленная тема больниц. Из этого названия ты не понимаешь, что там тебе будут смотреть. Будут смотреть желудок вот так. Думаешь, ну там погладят, поступают, послушают, но нет. Тебе засовывают в рот здоровенный черный шланг. Да, да, да. Да, это неприятно. Абсолютно. Потом ты вот так вот сидишь. Мерзость, короче говоря, одним словом. Ютуб, это не то, что ты подумал. Не бань, это реально здоровенный черный шланг. Да, да, да. При этом тебя держат несколько врачей, чтобы ты не дергался. Не, ну такого не было. Вы что, меня никто не держал. Дабы тщательно изучить твой внутренний мир. Ну не прям тщательно. Это сейчас где-то процедура происходит секунд за 40. Ну минуту, наверное, максимум быстро. И обратно, все. Еди нахуй отсюда. Главная практика глубокого проникновения занимает буквально 5 минут. Так да не 5, меньше гораздо. Но когда лежишь на этой кушетке, кажется, будто проходит вечность. Ну я не сказал бы на самом деле, что это прям так больно. Типа терпимая фигня. Я не видел ни одного ребенка, кто бы вышел из кабинета без слез и соплей. Хотя нет, одного все же видел. Он зашел в кабинет и буквально через минуту вышел счастливый и радостный. Ну может, наверное, потому что ему и не сделали ничего. Чувак, ты чего такой веселый? Да, прикиньте, повезло. У меня кровь из желудка рванула. И процедуру отменили. Нифига, это как? А это как? Это кровь из желудка рванула. Что? Я бы, наверное, все-таки не радовался на его месте. Вот так действительно повезло. Вообще. Так что лечение — это дело разностороннее, то далее подход был уже с другой стороны. В прямом смысле. Да, вот с другой стороны — это просто жесть, насколько больно. Я тоже это испытал. И вот если ФГДС, который через РО, да, это такие, ну, так себе, короче, ну, вообще ничего не чувствуешь практически, ни ночь кровотных рефлексов, а вот с другой стороны вы пройдёте через огромное количество кругов ада. Даже через большее количество кругов, чем есть на самом деле. Это жесть. Думаю, много кто знаком с клизмой. У меня так вообще... А, клизма! Клизма — это херня. ...той подругой каждодневные свидания были утром и вечером. Но для счастливых, не зная, к поясню. Это когда ложишься на бочок. Клизма! Клизма — это фигня! Я думал, он про другое говорит. Фу, клизма. Ну, таким движением на опережение вопроса, зачем нужно было снимать штаны, выливают через чёрный ход несколько литров воды. Ну, такое тоже испытывали. Во время этого ощущение такое, что вот-вот буквально лопнуешь. Что и стало с ГРМ следующей историей. Что, прям лопнул, что ли? Нифига себе. После этой промывательной процедуры нужно сразу же посетить уборную. Конечно, нужно. Не будешь же ты это себе таскать, блин, постоянно. Два литра жидкости в жопе, да? Которых на весь блок всего лишь две. Одна прямо у кабинета, что логично. Другая аж на другом конце всего. И уверен то, что первая была занята. Ну, сто процентов. Отделение. Так вот, выбегает этот бедолага из кабинета в соседнюю дверь. Но он совсем забыл, что это было детское отделение, населенное, по всей видимости, сплошными юмористами. Так как несколько парней специально... А, они специально, что ли, это закрыли? Вот это маразоты, конечно же, вообще. Я бы им потом так на... Шум, блин. Специально засели там и... Не, ну это жесть, конечно. Эх, ск... Дети почему-то всегда слишком... Жестокие. Сколько же я увидел сменяющихся эмоций на его лице. От ярости до мольбы и обратно. Когда стало ясно, что путь ему теперь не близко. Не знаю, кто в реальности быстрее, Соник или Флэш. Но в этот день ловить им было нечем. В мире родился новый герой. Согласен. Хотел бы я сказать, что он добежал. Но лучше не скажу ничего. Блин, бедняга. Это, конечно, полная жесть. Тем разоты, они, наверное, получили свое потом. Я лучше расскажу о шикарной новости. Совместно с... World of Tanks. Давайте немножко перемотаем им World of Tanks. Вот тут. Да. Во время стрима с помощью random.org. Далее. Далее. От неприятных медицинских процедур к долгим и неприятным. И названия... А я уже думал, приятные какие-то такой? А что, серьезно, есть какие-то приятные медицинские процедуры? А можешь рассказать? А то я просто никогда таких не слышал. Одно из них — зондирование. Зондирование? Что это? Что-то не помню такое. Зонд, по-моему, это... Кормить через зонд? Или не понимаю, что? Что? Через трубку? Это примерно как ФГС, только шланг не такой толстый, и лежать с ним приходится несколько часов. Вот это вот, конечно, полная жесть. Слава богу, такого я еще не проходил. При этом, покачиваясь на грелке, Аки Хронос переворачивая песочные часы и наполняя стакашки собственной желчью. Фу, ну и мерзость. А что? Звучит романтично. Что делаешь? Дай так, стакашки желчью своей наполняют. Ты что, токсичный? Да не, есть желудка. Ты что, чел? Также существовало и компьютерное зондирование. Это примерно то же самое, только сидя перед компьютером. С еще несколькими такими же счастливчиками. В то время... А ты представь просто то, что ты со своей любимой девушкой берешь лапшичку и вот так вот... А потом вы целуетесь. Ну типа, похоже, было немножечко. У меня не было компьютера, и я всегда о нем мечтал. Но эти посиделки за компом с приятелями я бы предпочел забыть. Ну и на последнее... Да я думаю, все бы предпочли такие посиделки забыть. Эдак самое пикантное. Ну-ка. И пикантность эта конспирационно называется РРС. Как бы вам это... А вот про это я даже не слышал никогда, что это. Поделикатнее описать. Представьте, что вы автомобиль. И в ванную выхлопную трубу вставляют... Агрегат с расширителем. И пристально рассматривают внутренний мир на предмет всяческих отклонений. В больничном комьюнити принято не говорить об этой процедуре. Все просто молча выходят из кабинета с выпученными глазами. Но... Одна забавная история... Ну-ка рассказывай. Когда в этой больнице лежал мой друг, на этом ректальном осмотре он начал дико паниковать. И чтобы его как-то успокоить, доктор параллельно разговаривал с ним. Это прям странно выглядит на самом деле. Пихает что-то в жопу и такие... Ладно, дорогой, ну все хорошо. Ну потерпи чуть-чуть. О-о-о-о! Какая странная фигня! Да, но никогда оно в жопе. Если будешь хорошим мальчиком, то получишь мороженое. Мой друг мужественно вытерпел эту процедуру. Но, к его большому удивлению, мороженое ему так никто и не дал. Ёпсики! Вы все на ёпсики! Это был главный жизненный урок. Да. Везде обман. Нужно всегда требовать предоплату. Ну и на этой веселой ноте я попрошу вас поставить лайк. Шикарный видос! И пожелаю вам не болеть. Спасибо тебе большое, это тоже будет здоров. Ну а на этом все, до новых встреч. Ролик получился, как обычно, интересным, смешным, но здесь смех, можно сказать, сквозь слезы, потому что все эти процедуры это мерзкое нечто. Надеюсь то, что вы через них не будете проходить, потому что это реально жесткая фигня. Ну ролик офигенный, лайк я уже поставил, но если вам понравилась моя реакция, не забывайте ставить под ней лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте комментарии. Ну а с вами, как всегда, был Reborn. Всем спасибо за просмотр, всем пока!